Добрый день! Сегодня в студии Шмидт Валерий с обзором итогов за прошедшую неделю в сегодняшнем выпуске. Чешских запасов природного газа может хватить на 100 дней, угрозы недостатка пока нет. Над 60 чешскими городами начнут развиваться украинские флаги. Чешские авиалинии обеспокоены оттоком пассажиров из Восточной Европы. В Праге в пятый раз отмечается День однодневных ресторанов. В Праге недавно открылся самый большой буддийский центр. Об этих и других новостях в сегодняшнем выпуске. Чехи и Словакия начнут совместное создание новой армии. Общая логистика, совместная подготовка и закупки военной техники. Министерство обороны Чехии и Словакии уже начали вместе по этому поводу вести активные переговоры. В связи с кризисом на Украине страны Вашеградской группы уже начали формирование своей собственной армии, так называемой батлгрупп В-4. Согласно документу, который был опубликован представителями Министерства обороны Чехии, конкретные проекты не так давно обсуждались на заседании Главной комиссии по координации развития совместного сотрудничества в области обороны, возникшей на основе договора чешского и словацкого правительства в сентябре 2013 года. В будущем также планируется создать Всемирный тренировочный центр. Пока что удалось договориться лишь о количестве солдат, задействованных в батлгрупп В-4. Планируется нанять около 3-4 тысяч человек. Армия будет полностью сформирована к 2016 году. По словам польского министра обороны Томаша Симоняка, батлгрупп В-4 станет флагманским кораблем военных сил стран Вашеградской группы. В среду, 21 мая, над 60 чешскими городами начали развиваться украинские флаги. К акции, которую организовывает общество «Человек в нужде», присоединятся Прага, Олумоц и Градец Краловы. Своё участие уже подтвердили чешская Липа, Яблонец над Ниссо, Градец Краловы, Жемберг, Олумоц и Карловы Вары. Поддержать украинцев мог и любой владелец странички в социальной сети Facebook. 21 мая исполнилось ровно 6 месяцев с начала дня протестов в Киеве. Таким образом, организаторы планировали выразить поддержку людям, борющимся за свободу и демократические ценности на Украине. По словам представителей организации, поддержать Украину важно именно сейчас, так как в стране объявлена настоящая гражданская война. По мнению главы политического движения «Расцвет прямой демократии» Томиа Окамуры, проживающие в Чехии иностранцы, которые потеряли работу, не должны иметь право на социальное пособие. Всем безработным иностранцам государство должно раздать лишь деньги на обратный билет на самолет. Разговор об иностранцах Окамура начал в связи с ситуацией на Украине, откуда, по его мнению, в скором времени может начаться большой поток иммигрантов. Еще в марте предложение Окамуры лишить иностранцев Чехии социальной помощи вызвало критику. Депутаты от некоторых других партий говорили о популизме и ксенофобии. Милан Шапартко, один из депутатов партии «Расцвет прямой демократии», собирается на президентские выборы на Украине в качестве международного наблюдателя. Вместе с другими чешскими политиками Шапартко уже успел побывать в Крыму. По его словам, на выборы украинского президента он явится в одежде солдата НАТО. В планах депутата также ввести с места событий прямые репортажи. По мнению Томио Окамуры, за гражданскую войну на Украине несет ответственность и Евросоюз. Свердок бывшего президента Януковича удалось именно при помощи Европы, заявил он. Победителем из этой игры выйдет США. Россия только ослабнет. Проживающие в Чехии граждане Украины смогут принять участие в выборах президента Украины. Отдать свой голос одному из кандидатов на пост президента Украины желающие смогут в воскресенье 25 мая, сообщается на сайте посольства. Изначально выборы президента Украины были назначены решением Верховной Рады на 2015 год, но в связи с отстранением Виктора Януковича с поста президента Украины было решено перенести голосование на более ранний срок. Голосование будет проходить в помещении консульского отдела посольства Украины в Праге по адресу улицы Шарля-де-Голя 27. Избирательный участок будет работать с 8 утра до 8 часов вечера. Участие в выборах смогут принять лишь те граждане Украины, которые включены в государственный реестр избирателей. Более подробную информацию можно найти на сайте посольства Украины. Армия Таиланда совершила военный переворот. О приходе военных власти в эфире национального телевидения сообщил глава вооруженных сил генерал Прают Чан Чо Ча. В прозвучавшем заявлении говорится о намерении армии восстановить порядок в стране и провести необходимые политические реформы. Заниматься ими будет национальный миротворческий комитет. Одновременно солдаты столичного гарнизона заблокировали армейский клуб Бангкока, в котором проводили консультации лидеры тайландских политических партий. Участвовавший в заседании генерал Прают Чан Чо Ча заявил, что компромисс не достигнут, а поэтому он совершает военный переворот. Сразу после этого гражданских политиков погрузили в автобус и отправили в казармы первого пехотного полка в качестве задержанных. Кроме того, армейским подразделениям было поручено очистить места проведения бессрочных акций протеста от находящихся там граждан. Военная команда также объявила о введении в стране комендантского часа. Он будет действовать с 10 часов вечера до 5 часов утра по местному времени. При этом комендантский час распространяется и на курортные зоны. Мы рекомендуем жителям Чехии воздержаться от посещений Таиланда в ближайшее время. 30-летний контракт на сумму в 400 миллиардов долларов, предполагающий поставки газа в размере 38 миллиардов кубических метров, ежегодно был заключен между Китаем и Россией. В Газпроме сообщили, что соглашение предусматривает выплату аванса за поставки газа в размере 25 миллиардов долларов. По словам президента России Владимира Путина, суммальные инвестиции в инфраструктуру составят более 70 миллиардов долларов. Глава Газпрома Алексей Миллер уточнил, что объем российских инвестиций составит 55 миллиардов долларов. Газ для Китая будет добываться в месторождениях Восточной Сибири. Поставки будут вестись по газопроводу «Сила Сибири» протяженностью в 3,5 тысячи километров. Он пройдет от Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе Благовещенска. Проектная документация по газопроводу «Сила Сибири» только готовится, заявил представитель Газпрома. Это будет самая большая стройка на ближайшие 4 года в мире. Пока еще не раскрыта итоговая цена контракта. Формула цены привязана к нефтяной корзине, говорится в сообщении Газпрома. Какой конкретно, не уточняется. Добавляется, что в контракт включено обязательное условие. Бери и плати. На заседании Совета Безопасности премьер-министр Богуслав Субботко сообщил, что чешских запасов природного газа хватит примерно на 100 дней. Угрозы недостатка пока что нет. В этот раз политики обсуждали проблемы, которые могут возникнуть в случае прекращения поставок российского газа. Премьер также сообщил, что в случае кризиса Чехия могла бы помочь Словакии организовать поставки из балтийского газопровода Nord Stream. Министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек сообщил, что словацкие запасы намного больше чешских и хватит примерно на 140 дней. Какая-либо помощь была бы актуальна лишь в начале 2015 года. По словам Субботки, никаких доказательств того, что поставки российского газа могут быть прекращены пока что нет. В обсуждении проблемы также были задействованы Венгрия и Польша. Субботка также добавил, что одна треть всего газа уже давно поставлена в Чехию из Норвегии. Для получения дополнительного количества необходимо лишь увеличить объем газовых резервуаров Чехии. Неделю назад президент России Владимир Путин предупреждал, что если Украина не покроет долги, поставки будут прекращены. Европейская комиссия просит все страны Евросоюза провести тестирование европейской энергетической системы, чтобы быть готовым к перебоям с поставками российского газа. Профсоюзные организации Чехии потребовали от правительства для государственных служащих в 2015 году 5% увеличения зарплат. В том же объеме, но по мнению профсоюзных лидеров, должны вырасти зарплаты медработников, полицейских, учителей, пожарных, госчиновников и работников сферы культуры. Председатель профсоюзного штаба передал гласности данное требование в канун обсуждения бюджета будущего года лидерами правящей коалиции. Профсоюзный представитель подчеркнул, что никто не требует резкого скачка зарплат госслужащих. Предпочтение отдается постепенному росту на протяжении, например, 3 лет. Председатель напомнил, что из-за правительственных мер по экономии бюджетных средств работники в 2010 году лишились 10% своих зарплат. Совсем скоро исполнится год с того момента, когда операторы мобильной связи установили дешевые, неограниченные телефонные тарифы. Несмотря на серьезное снижение цены из общего количества в 14 миллионов активных сим-карт, дешевые тарифы используют только 3 миллиона абонентов. Подобная ситуация имеет как свои неоспоримые плюсы, так и свои минусы. Мобильные операторы считают, что затраты на создание недорогих тарифов себя не окупают и начинают от них отказываться. Например, Vodafone повысил стоимость тарифа ODP, а телефонника O2 перестала предлагать своим клиентам тариф O2 Zero. По данным, полученным от Ассоциации туризма Чехии, наиболее расточительные туризмы посещающие Чехию – это россияне, индийцы и израильтяне. Эти посетители оставляют в чешских магазинах и ресторанах примерно 2000 крон на человека в день, тогда как туристы из других стран тратят в день в среднем всего лишь 1300 крон. Меньше всего готовы раскошелиться венгры, поляки, австрийцы и словаки. В Чехии ежегодно прививают 25 миллионов зарубежных туристов. Только в 2013 году они принесли чешской экономике 120 миллиардов крон. Наиболее часто покупаемые товары – это продукты питания, напитки, табачные изделия и одежда. Туристы также закупаются хрусталем, керамикой, фарфором, а также украшениями, золотом и драгоценными камнями. Министр экономики Чехии Андрей Бабиш выступил с предложением отменить налоговую скидку мелким предпринимателям, что означает, что их расходы за год увеличатся более чем на 25 тысяч крон. Для многих это будет непосильным грузом, отметил глава партии ОДС Петер Фиала, добавив, что Бабиш предлагает двигаться в неверном направлении. Отвечая на критику, Андрей Бабиш заявил, что деньги, которые поступят в бюджет, можно будет использовать для улучшения благосостояния семьи и он готов разрешить оставить скидки на находящихся на иждивении у предпринимателей, супругов и детей. Христианские демократы, входящие в правящую коалицию, отказались поддержать идею, выдвинутую Министерством финансов, заключающуюся в отмене налоговой скидки для мелких предпринимателей. Ныне действует скидка в размере 60% от суммы текущих расходов, связанных с предметом деятельности. Министерство финансов стремится к ее ограничению, ожидая ежегодные бюджетные прибыли в размере 3 млрд крон. Индивидуальные предприниматели заслуживают поддержки от государства, заявляет глава христианских демократов Павел Белобрадок. Мы готовы дискутировать лишь о внедрении максимальной суммы, упомянутой в скидке. Против данного вида налоговых изменений выступает и вся парламентская оппозиция. Управление чешских авиалиний обеспокоено оттоком пассажиров из Восточной Европы. Падение курса рубля и нестабильная ситуация на Украине во втором полугодии явно отразятся на количестве клиентов Чех Айлайнс. Как сообщил пресс-фекретарь авиаперевозчика Даниэль Шабик, по количеству забронированных билетов уже понятно, что число пассажиров на российских и украинских рейсах сильно снизилось. Особенно был заметен отток пассажиров в майские праздники, которые многие россияне используют для путешествия за границу. Для чешских авиалиний рейсы в России и другие страны Восточной Европы очень важны. В отличие от рейсов в Европе, на этих направлениях ЧСА не сталкивалась с большой конкуренцией со стороны других перевозчиков. 21 мая правительство одобрило проект повышения потребительского налога на табачные изделия. Об этом сообщил министр финансов Чехии Андрей Бабиш. По его словам, налоговые тарифы Чехии не соответствуют нормам Евросоюза. Пачка сигарет может подорожать на 3-4 кроны. Чешская республика от 1 января 2014 года де-факто не выполняет требования Евросоюза у налоговых тарифов на табачные изделия на уровне 90 евро на каждую тысячу сигарет. Принятие данного закона необходимо ускорить, сообщил министр финансов. Правительство решило законодательную норму представить в парламент в таком виде, чтобы ее можно было принять уже в первом чтении. По словам Бабиша, если так не произойдет, Чехии будет грозить большой штраф. Размер налога рассчитывается, исходя из курса евро кроны на 1 октября 2014 года. Курс евро сейчас увеличился. Согласно проекту закона, который правительство предложит парламенту, одна пачка сигарет подорожает на 3-4 кроны. Уже в пятый раз в Праге в субботу отмечался день однодневных ресторанов. Первая эта традиция зародилась в Финляндии в 2011 году. Эта история началась с неудачи. Группа финских бизнесменов решила открыть свой ресторан, но пала в неравной борьбе с финской бюрократией. Не осилив оформление огромного количества бумаг, они решили открыть ресторан хотя бы на один день и посмотреть, как это будет происходить на практике. В год зарождения традиции в Хельсинки было открыто 25 кафе. Технически это выглядит так. Любой человек, желающий попробовать свои силы в ресторанном деле и продемонстрировать свои кулинарные умения, регистрируется на специальном сайте, где он заявляет часы работы и примерное количество посетителей, которые он планирует обслужить за один день. В этом году, как и всегда, энтузиасты фестиваля еды подошли к делу с фантазией. Названия однодневных ресторанов соревновались в своеобразии. Ресторанчик «Бисстро наварило», «Обед на лужайке», «Ням-ням», «Специи, лед и вкусности». Фестиваль еды в Праге завершился, а через три месяца мы снова скажем приятного аппетита, Прага. Новое место для летнего отдыха появится в Праге, в районе Радотин. Бассейн под открытым небом откроется с началом купального сезона. Вода в бассейне не будет содержать ни хлорки, ни других вредных химических веществ. Очистка воды будет производиться при помощи специальных растений в воссозданной природной среде. Место для купания будет оборудовано всеми необходимыми удобствами – душами, туалетами, раздевалками. Рядом с природным бассейном также построят детскую площадку и буфет. Доступ к бассейну будет обеспечен и для инвалидов. Также в чешской столице стартовало создание нового крупного парка. Он расположился в восточной части Праги, объединив такие районы, как Черный мост, Почерницы, Гостевицы и Кея. Одна из целей создания парка – поддержание естественного природного пространства в районе пруда Мартиняк. Новый парк будет оборудован игровыми площадками для детей, дорожками для велосипедистов. Также в парке будет создан естественный амфитеатр. Площадь парка составит 100 гектаров. Его размер превысит размеры парка Стромовка. Большая часть средств на создание парка будет выделена из европейских фондов. В субботу 17 мая в Чехии состоялась акция, проведенная под эгидой Министерства охраны окружающей среды. Более 6000 добровольцев вышли на так называемый субботник. Несмотря на плохую погоду, участники мероприятия вышли на улицы и собрали около 350 тонн мусора. Акция проводилась по всей стране, в ней приняли участие 280 населенных пунктов. Участвовали в ней и все возрастные группы, от школьников до пенсионеров. Идеи проведения субботника также вдохновились и общественные организации, и политические партии. Участники акции, а также муниципалитеты, городские округа, которые способствовали организации уборки, выразили надежду, что подобный субботник может стать традицией, что возможно при достаточном количестве средств. Их волонтеры надеются получить от спонсоров, которым также не безразлична проблема загрязнения окружающей среды. После многолетней дискуссии о целесообразности легализации проституции в Чехии, чешское правительство наконец вынесло свой вердикт. Нет, не легализовать. Плохо это или хорошо? И для чего ее собственно нужно легализовывать? Ответ, казалось бы, очевиден. Государство желает получить прибыль от этого бизнеса, раз уж в течение тысячелетий не удалось его искоренить. В результате государство берет на себя функции сутенера, правда, без криминальных наклонностей. Проститутки получают от государства определенную защиту. А именно, право требовать от клиента заработанные деньги через суд, право на защиту от физического и психологического насилия, а также право и возможность регулярного медицинского контроля, в котором заинтересованы и сами клиенты. Проституция играет некоторую положительную роль в обществе. Хорошо хотя бы то, что она позволяет представителям противоположного пола сбросить сексуальное возбуждение и в ряде случаев воздержаться от сексуального насилия. Но сегодня проституции в легализации было отказано, хотя последняя точка еще не поставлена. Проверка фильма Проверка фильма «Последний с Апор Вера», который должен был стать чешским ремейком всемирно известного фильма «Аватар», но так и не вышел на экран и будет заниматься чешская полиция. Государственный фонд кинематографии подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении продюсеров дорогостоящей картины. Фонд подозревает создателей фильма в мошенничестве с дотациями, посредством которых Чехия пыталась привлечь в страну иностранных киноинвесторов. Фильм в жанре фэнтези, в котором предполагалось совместить живых актеров и компьютерную анимацию, снимается уже около 8 лет. Фонд кинематографии вложил его в создание 47 миллионов крон. Два года назад от продюсирования картины отказалось чешское телевидение. Главные роли в «Последнем с Апор Вера» должны были исполнять сын Милоша Формана, Петер и известный чешский певец Томаш Клуз. Режиссер фильма Томаш Крейчи выразил готовность оказать фонду необходимое воздействие. Он уверяет, что проблемы возникли у словацких со-продюсеров, о чем он сам недавно заявлял в полицию. Трое предположительно русскоговорящих грабителей во вторник ворвались в магазин с часами, находящийся на Парижской улице в элитном районе Праги. Грабители связали продавца, разбили витрину и вынули пять дорогостоящих наручных часов, стоимость которых превышает несколько миллионов крон. Преступники объявлены в розыск. Точная сумма ущерба, по словам представителя полиции, пока не ясна. В распоряжении полиции также имеется запись видеокамеры. Преступники ограбили ювелирный магазин Aldermas Piguet, где продаются дорогие наручные часы. Сейчас магазин для посещения закрыт. На месте работают полицейские и криминалисты, пытающиеся выяснить подробности ограбления у свидетелей. Aldermas Piguet – ювелирный дом, занимающийся изготовлением часов с 19 века. Такие часы носит, например, известный спортсмен Леонель Месси. Парижская улица – одна из главных торговых центров в Праге. Улица также стала в Праге синонимом роскоши, а район, где она находится, по праву считается элитным. Последний раз ограбление на Парижской улице случилось в конце 2012 года. Четверо вооруженных грабителей тогда вынесли из ювелирного магазина украшения стоимостью в несколько миллионов крон. Всех свидетелей ограбления просят звонить на номер полиции 158. Традиционный фестиваль татуировок Tattoo Condentation Прагой пройдет с 30 мая по 1 июня в Пражском промышленном дворце. В качестве особого гостя на шоу заявлено Makani Terror – модель татуировки и мастер пирсинга из Германии. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, концерты и профессиональные соревнования. Гостям праздника татуировок покажут и незабываемый красочный показ мод. Прямо на фестивале каждый желающий сможет сделать себе новую татуировку. Организаторы Tattoo Condentation позаботились и о тех, кто посетит показ с детьми. Для малышей будет организована игровая площадка. В Праге недавно открылся самый большой буддийский центр в Чехии. Центр Гомпа возник на территории бывшей фабрики в районе Ролешовицы. Сейчас в Гомпе для широкой общественности устраиваются сеансы медитации, различные курсы и мастер-классы. День открытых дверей в центре пройдет 19 июня. Новый буддийский центр разместился в здании площадью в 2000 квадратных метров. Его цена составила 37 миллионов крон. По словам одного из организаторов, деньги буддисты потратили исключительно из собственных карманов. Старая фабрика была выкуплена членами буддийского сообщества в 2012 году за 28 миллионов крон. Реконструкция затянулась на два года. Зато теперь в медитационный зал может поместиться сразу до 250 человек. Каждый второй понедельник последователи «Бриллиантового пути» устраивают для широкой общественности встречи с одним из учителей этого направления. Сеансы медитации проходят каждый день в 8 часов вечера. В центре также есть библиотека со специализированной литературой на чешском, английском и немецком языках. Добрый день. Сегодня в студии Марина Шукурова с обзором спортивных новостей за прошедшую неделю. В четвертьфинале турнира по Атемису в Нюрнберге 22 мая Каролина Плишкова встретилась с немкой Анжелика Керберов. Встреча закончилась победой Каролины со счетом 7-6, 6-4. Ее соперницей в полуфинале будет украинка Элина Светолина. Мы продолжаем следить за событиями чемпионата мира по хоккею в Минске. 22 мая состоялись четвертьфинальные игры. Чехия встретилась с командой США. В нелегкой борьбе Чехия одержали победу над американцами со счетом 4-3. Россия в четвертьфинале встретилась с командой Франции. Счет 3-0 в пользу россиян. Канадцы, которые с 2009 года остаются без медали мирового первенства, и в этот раз не попали в полуфинал, проиграв сборной Финляндии 2-3. Швеция и Беларусь сыграли со счетом 3-2. В полуфинале 24 мая встретятся Чехии с финнами, а Россия проведет матч со сборной из Швеции. В товарищеском матче по футболу, который состоялся в Хельсинке 21 мая, сборная Финляндии и Чехии сыграли в ничью 2-2. Все голы были забиты в первом тайме. 24 мая состоится финал Лиги чемпионов. Впервые в истории за трофей в решающем матче поспорят команды, представляющие один город. Это Реал Мадрид, который за последние 12 лет первый раз вышел в финал. И Атлетика Мадрид. Реал в своем полуфинале оказался сильнее прошлогоднего чемпиона Мюнхенской Баварии. А Атлетика переиграл победителя турнира 2012 года Лондонский Челси. Это были все спортивные новости за прошедшую неделю. Следите за событиями на портале Республика ЦЗ. С вами была Марина Шукурва. Всего доброго и удачной недели. И в конце нашего обзора несколько интересных фактов, произошедших в истории в этот день 24 мая. В 1579 году день основания Данского казачества. В 1829 году в Лондоне состоялась премьера Маша Мендельсона. В 1830 году написанная песенка «Жил-был у Машеньки маленький козлик», с которой впоследствии прославился Томас Эдисон, записав ее на фонограф. В 1895 году Оскар Уальт, первый англичанин, осужденный лондонским судом за аморальное поведение. Аморальным поведением судьи сочли половую связь с мужчиной. В 1925 году вышел первый номер «Комсомольской правды». В 1956 году в швейцарском городе Лугану прошел первый конкурс песни «Евровидение», в котором принимали участие 14 представителей семи стран Европы. И в 2007 году в кинопрокат вышел фильм «Гора Вербинские. Пираты Карибского моря на краю света». Как всегда по традиции закончить наш сегодняшний выпуск, я хочу фразы недели. Идеальных людей не бывает. Цените тех, кто с уважением относится к вашим недостаткам. А с вами был Шмидт Валерий с обзором итогов за прошедшую неделю. На следующей неделе в Праге ожидается переменная облачность, выпадение небольших осадков, влажность до 80%, атмосферное давление 730 мм ртутного столба, температура воздуха ночью от плюс 14 до плюс 17 и днем от 18 до 27 градусов тепла, ветер западный умеренный. В Северной Чехии также ожидается небольшое выпадение осадков, влажность 90%, атмосферное давление 715 мм ртутного столба, температура воздуха ночью от плюс 10 до плюс 16 и днем от 15 до 22 градусов тепла, ветер восточный до 3 метров в секунду. На следующей неделе в Южных областях Республики ожидается переменная облачность, возможен сильный дождь с грозами, влажность до 96%, атмосферное давление 715 мм ртутного столба, температура воздуха ночью от 11 до 18 градусов и днем от 18 до 22 градусов тепла, ветер восточный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Всю следующую неделю в Западной Чехии ожидается дождливая погода, влажность до 93%, атмосферное давление 720 мм ртутного столба, температура воздуха ночью от плюс 10 до плюс 15 и днем от 18 до 22 градусов тепла, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, возможны грозы. Компания Бонда. Ваш сайт должен работать и зарабатывать.